Триллионы этих организмов, живущих внутри нас, и то, как они взаимодействуют с окружающим миром. Большинство людей не осознают, что наше тело — это та же самая почва, по которой мы ходим. Очень интересно, что одна и та же концепция применима и к почве, и к растениям, и к людям, и микробы очень хорошо передают эту историю. Недостаток микроэлементов, психическая неуравновешенность и снижение умственных способностей весьма непосредственно связаны. Даже микробы слышат ваш мозг, потому что у них есть рецепторы, например, для дофамина, для норапинефрина, для медиатора стресса. Они меняют экспрессию своих генов, свое поведение в зависимости от того, что происходит в вашем мозге. Все, что мы употребляем в пищу, должно относиться к тем видам, которые эволюционно максимально далеки от нас. Я просто успокаиваю все свои микроорганизмы, потому что живу так последние 40 лет. В среднем в течение года я провожу от 800 до 1000 или 1100 мероприятий, это почти ежедневная занятость с утра и до самого вечера. Если бы эти ребята не сотрудничали со мной, не думаю, что я смог бы сидеть часами на одном месте в течение 40 лет. Спасибо им всем. Вы должны рассказать о моих питомцах. Я всегда испытывал трудности в плане определения основного направления в своей жизни с точки зрения духовной традиционной медицины и строгой науки. И я думаю, что сейчас мы действительно видим слияние передовых научных областей с духовными традициями и этим тысячелетним опытом. И я уже спрашивал вас, откуда это пошло. Я имею в виду, как люди в Индии 3000 лет назад пришли к представлениям, которые сегодня, после многомиллионных инвестиций в исследования, всё ещё не вполне доступны нам, мы всё ещё в затруднении. Каким образом мудрецы или учёные в Индии пришли к этому? Здесь важно сказать, что мы не делали различия между мудрецами и учёными. Наши учёные были мудрецами, наши мудрецы были учёными. Всё потому, что у нас нет религиозной традиции, у нас только духовные культуры. А духовная культура не предполагает одну норму поведения, одно священное писание, единый моральный кодекс и прочее в таком духе. Любой человек может развивать свою собственную духовную культуру. Благодаря этому открылись миллионы путей. В сущности, духовная культура – это определённый способ исследования, определённый способ поиска. Каждый человек может искать по-своему или обратиться за конкретным руководством. Мы не против. Оба варианта хороши. Если не знаете дороги, включите GPS. Если маршрут вам знаком, идите сами. В Америке есть те, кто умудряется заблудиться по дороге домой. Вчера GPS завёл нас на улицу с односторонним движением. Все сигналили. Мы ехали не туда, но GPS стоял на своём. Кто не нашёл своего пути, примкнёт к предписанному. Другие смогут разобраться сами. Самое главное, что, как мне кажется, должны создать учёные, образованные люди и университеты. В индийской или той культуре, которую мы зовём Индостан или Барат, не существует такого понятия, как отступник. Если в чём-то сложился определённый порядок, но кто-то демонстрирует свой подход, это всех восхищает. Никто не думает о том, чтобы распять его или сжечь, или что-то ещё, потому что основная этика этой культуры заключается в том, что каждый должен искать. В результате, даже когда появлялись так называемые божественные сущности, это означает, что со временем люди обзаводились ореолом. Но в своё время они просто жили. Рожали детей, воевали, делали всё. Они были нормальными людьми. Но благодаря своей компетентности, своему мировоззрению, своей проницательности, они превзошли всех. Глядя на то, как они опередили своё время, оглядываясь в прошлое, мы говорим, «Это божественная сущность». Просто это в английском языке такие слова. И поэтому я использую именно их. Говоря о божественной сущности, мы не утверждаем, что кто-то сошёл к нам с небес. Например, недавно... Хотя вы, наверное, ничего не знаете о крикете, вы же из Калифорнии. Хотя оба слова и начинаются на «ка», в Индии «ка» означает крикет. Это спортивная игра. И вот с недавних пор появился один игрок, который превзошёл в крикете всё, что можно было себе представить. Он побил все рекорды, которые не менялись более ста лет. И поэтому мы в Индии назвали его «бог крикета», что очень соответствует нашей культуре. Если кто-то выходит за рамки, которые мы считаем человеческим пределом, тогда мы говорим, что он божественен, он возвышен. По сути, в Индии используют более подходящие слова. Он возвышенное существо, он выше того, что было обычным для того времени. В этом смысле, даже когда появлялись подобные люди, никто не мог оставить нам заповедь. Потому что Индийцы – это люди, задающие вопросы. У них нескончаемые вопросы и бесчисленное множество мнений. Если есть пять индийцев, будет десять мнений. Они будут сидеть и спорить друг с другом, друг против друга и сами с собой. Потому что эта культура всегда поощряла вопросы, но никогда не поощряла покорность. И при этом сохранялось уважение к собеседнику. Просто потому, что я с вами не согласен, я никогда не подумаю, что с вами нужно что-то сделать. Просто потому, что нам всегда внушали, что есть миллион способов взглянуть на одно и то же. Вот почему есть уважение к любому существу. Потому что это не язык науки. Я повторяю то, что говорила моя бабушка. Когда дети хотели раздавить кузнечика или что-то с ним сделать, она говорила, «Не делайте так. Вам неизвестно, куда он идет и чем он занят. Если он вам не нравится, оставьте его в покое. Не нужно его убивать». Вы же не знаете, кто это. Может быть, это мудрец или ясновидящий. А вдруг это Бог прыгает в траве, не трогайте его, хорошо. Это чувство принятия всего неизвестного нам. Вы не знаете того, что знает кузнечик. Во многом он знает о жизни больше, чем большинство людей. Прекрасно знает. Это только люди не знают, чем питаться, как облегчаться, ничего не знают. Все прочие существа очень хорошо разобрались в этих вещах. Такая очевидность позволила нам никогда не разделять наших мудрецов и ученых. Мудрецы и ученые, мудрецы и математики, мудрецы и музыканты, мудрецы и астрономы – это одни и те же люди. Потому что не было телескопов, не было микроскопов, не было других внешних инструментов. Единственный инструмент – вот это. Его развивали настолько, чтобы он смог увидеть все, на что способен. Это могло происходить в учебном заведении, подобном этому. К сожалению, вам неизвестно, что более 3600 лет назад в документе под названием Сурья Сиданта, который становится известен благодаря английским переводам, приводится вычисление скорости света, которые почти до микросекунды совпадают с тем, что показывают современные расчеты. Кажется, там есть изображения, это, по-моему, фрески на стенах, созданные ранее первого тысячелетия до нашей эры. На них изображено, как Земля вращается вокруг Солнца на спине черепахи. Ползет черепаха с земным шаром на спине. Не думаю, что тогда весь прочий мир хотя бы представлял, что планета круглая. Земной шар на спине черепахи обращается вокруг Солнца. Самое подходящее животное, чтобы нести Землю, это черепаха, потому что она не способна к рывкам, она движется с постоянной скоростью. Движение Земли изображалось, как движение черепахи, как она просто кружит и кружит вокруг Солнца. И это ранее, тысячи лет до нашей эры. Что касается биома, то в текстах джайнов, которые сегодня датируют примерно шестым веком до нашей эры, рассказывается о том, что называется Нигуда. В ней говорится, что Нигуда означает, по сути, почти несуществующих существ. Что крошечные жизни существуют повсюду, вокруг нас, внутри нас, снаружи, везде. Жизнь повсюду. Так что самое большое присутствие на планете — это эти маленькие жизни. Это слова о вашей науке, так что... Это на самом деле потрясающе. Я имею в виду, что даже несмотря на ваши объяснения, существует некое представление, которое выходит за рамки того, к чему мы привыкли на Западе. Чтобы понять это. Простите, что перебиваю. Какие инструменты мы бы не создали? Например, микрофон имеет смысл только потому, что мы способны к речи. Если бы у нас не было речи, зачем нам были бы нужны микрофоны? Микроскоп или телескоп имеют смысл только потому, что у нас есть зрение. Все машины и инструменты, которые мы создали на этой планете, являются лишь расширениями наших имеющихся способностей. Мы ничего нового не сделали. Абсолютно. Наше зрение ограничено, но мы хотели заглянуть дальше, и поэтому придумали телескоп. Мы видим что-то, но не можем разглядеть то многое, что здесь существует. Поэтому нам нужен микроскоп. Это просто расширение имеющихся возможностей. Когда у вас нет этих инструментов, есть другой способ расширить ваши возможности. Вот где на сцену выходят мудрецы. Да, вы упомянули микробов, и это одна из тем нашей сегодняшней беседы. Это также новая наука о микробиоме. Возможно, вы знаете, что уже 15 лет выходят доклады о потенциальном влиянии микробов или химических веществ, которые они производят на наш мозг. За относительно короткое время радикально изменилось наше понимание многих расстройств мозга. К примеру, совместное межцентровое исследование болезни Альцгеймера и прогресс, которого достигли 35 университетов, действительно впечатляет. У нас нет всех ответов. Каждое новое исследование открывает нам новую Вселенную, огромное пространство и многое пока неизвестно, хотя одно становится ясным. Очень важно не иметь всех ответов. Тогда мы всего будем касаться бережно. Думаю, что мы знаем все об этой розе, мы разорвем ее на части. Не зная о ней многого, мы будем с ней осторожны. Да, так и есть. Но сегодня, особенно в популярной прессе, освещаются отдельные достижения науки, связанные с болезнью Альцгеймера или Паркинсона. И там сразу делают вывод, что исследование привело к появлению нового лекарства, что наконец-то у нас есть лечение, что все еще далеко от истины, потому что мы не понимаем всей сложности. Обычные люди не видят этой сложности, потому что информация подается слабыми СМИ на посредственном уровне, будто бы есть какой-то микроб или вещество, которое вызывает, к примеру, болезнь Паркинсона. Но на самом деле есть много свидетельств того, что болезнь Паркинсона начинается в кишечнике, и в этом большая роль микроорганизмов, которые взаимодействуют с брюшной нервной системой или малым мозгом нашего кишечника, а затем эти изменения передаются через блуждающий нерв прямо в головной мозг. Но после первоначального ущерба, который микробы наносят брюшному мозгу, неврологические симптомы начинают проявляться примерно через 14 лет. Думаю, что все это еще только начало. В болезни Альцгеймера все настолько же сложно. Но сегодня есть достаточно убедительные доказательства этих взаимодействий между нашим кишечником и микробами, которые в нем обитают. Это можно развить дальше и рассмотреть нашу пищу и условия, в которых она выращивается, на предмет связи со многими из самых серьезных болезней, с которыми нам предстоит столкнуться в ближайшие 50 лет, потому что человечество стареет и распространенность подобных хронических нейродегенеративных заболеваний растет. Я думаю, что с одной стороны это вселяет великое чувство оптимизма, но с другой стороны на Западе люди пытаются интерпретировать научные открытия, которые являются самым началом исследований, как бы возвращаясь к старой парадигме, сводя всё к очень упрощённой причинно-следственной связи между одним агентом и другим, который на него реагирует. И как всё это выглядит в вашей системе? Потому что вчера мы много говорили о мозге, но это касается не только его. Конечно, нельзя всё списывать только на заболевания мозга. Если мы свяжем это с другой очень сложной системой, называемой кишечным коннектомом, включая все иммунные клетки, нейроны и гормональные клетки в кишечнике, это будет более уместным, но, вероятно, и это далеко не предел. Каково ваше мнение о том, что я рассказал о болезнях Альцгеймера и Паркинсона, и того, что через 10 лет исследований мы поняли, что болезнь начинается в кишечнике и постепенно охватывает мозг, но это болезнь не только мозга, а заболевание всей системы. К сожалению, так происходит. Люди не могут вспомнить то, что было минуту назад, и мы начинаем считать это нормой. Это неправильно. Это ненормально, потому что все в этом теле рассчитано на то, чтобы работать всю вашу жизнь. Иногда, по причине травмы, инфекции или любого другого внешнего воздействия, что-то может разрушиться, но мы провоцируем разрушение изнутри. Поступать так глупее всего, но мы делаем это в больших масштабах. Если мы хотим действительно исправить это для всего населения, то следует перестроить пищевую промышленность, фармацевтическую промышленность и систему водоснабжения. Нашелся бы такой гений, который добавил бы яд в воду и пил ее. Но каждый городской житель делает это. Чтобы понять, о чем я, добавьте десятую часть хлора на стакан воды и выпейте, и увидите, что с вами будет. Просто вы думаете, что принимая его в малых дозах, вы умрете не сразу. Так и будет. В моем понимании, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Но то, как я вижу и как я понимаю жизнь, мельчайшие организмы, как бы они ни назывались. Я не буду давать им разные имена. Все виды жизни, которые здесь есть, будь то растение, животное или человек. Вся эта жизнь в своей основе и структурно не отличается от нашей. Мы просто более сложно устроены, но в своей основе строение жизни на этой планете в целом одинаково. Растения, животные, насекомые, черви, люди у всех одно и то же фундаментальное строение. Просто по сложности организмы, конечно, становятся разными по мере своего развития. Так что то, что убивает мелкие бактерии, так же убьет и меня, если я приму то же самое в большей дозе. Я прав? Абсолютно. Я говорю научно? Абсолютно. Мы приходим к выводу, что если мы будем принимать яд по чуть-чуть, все будет в порядке. Откуда это взялось? Многие семьи, в которых есть дети, и в Индии, и в Соединенных Штатах, приходят ко мне и говорят «Садгуру, наши дети болеют, физически они так ослаблены, что становятся астматиками и ежедневно страдают. Минимум 3-4 недели в году они проводят в больнице». Я говорю им, вы заработали достаточно денег. Может, вы не миллиардер, это неважно. Купите 4 гектара земли где-нибудь в Айове или в Теннесси или где-то еще. Если вы действительно любите своих детей, просто переезжайте туда. Обучайте их дома, пусть полдня работают на земле. Увидите, они вырастут крепкими молодыми людьми. После этого пусть делают, что хотят. Это все городская среда. Неудивительно, что вы постоянно ставите эксперименты на крысах. Мы все как крысы скучились в одном месте, набились в высокие здания. Теперь инфекции становятся серьезной проблемой. С таким уровнем скученности будут распространяться всевозможные заболевания. Если бы пандемия, коронавирус произошла, скажем, два века назад, в каком-то уголке мира умерло бы несколько человек. Сегодня из Уханя, я не знаю точных чисел, но говорят, что за те два месяца из Уханя было совершено около 2700 рейсов по всему миру. Это транспортировка заболевания. Если бы не авиаперелеты, болезнь осталась бы в одном месте, и люди могли оказаться достаточно устойчивыми к ней, все бы уже закончилось. Возможно, тысячи таких событий происходили без влияния на жизнь человечества. Сегодня из-за скученности населения любое заболевание сразу распространяется. Так можем ли мы все разойтись, уйти из городов и жить на фермах? Это нереально. Не всем это доступно. Работа, характер наших профессий, образ жизни, самые разные вещи не позволяют нам этого. Но если вы обнаружите, что вы слишком уязвимы, живя в большой группе людей, вам придется это сделать. Это один момент. Что касается вашей пищи, один из самых важных аспектов. Я не знаю, как на это смотрят биологи. В йоге мы не едим пищу, если прошло больше полутора часов с момента ее приготовления. Мне не нужно знать, когда еда была приготовлена. Если я просто посмотрю на нее или прикоснусь к ней руками, я пойму, стоит ли это есть или нет. Потому что тело чувствительно к таким вещам. Это самый сложный механизм на планете. Вот что я думаю. Как вы считаете? Я согласен. Это суперкомпьютер. Это сверхсуперкомпьютер. Это материнская плата для всех суперкомпьютеров. Не так ли? Так и есть. Вы обладаете настолько чувствительным инструментом, а почувствовать ничего не можете. Поскольку мы не умеем управлять активностью нашего мозга, она выходит из-под контроля. Раз мы говорим о желудке, мы можем использовать это слово «происходит ментальная диарея». Обычно диарея не дает нам наслаждаться едой. Точно так же, когда случается ментальная диарея, ваши умственные способности значительно снижаются. Произойдет ли это в виде потери памяти? Произойдет ли это в виде утраты других способностей? Снизится ли способность различать? Но это происходит с людьми и считается нормой. Позвольте мне привести пример из моей жизни. Моя прабабушка прожила 113 лет. 113 лет. Она была замужем за очень богатым человеком. Тогда в Индии таких людей называли землевладельцами. Они владели большими участками земли и занимались крупным бизнесом. После смерти ее мужа, когда ей было 68 лет, она покинула дом и выстроила себе маленький храм. Не для божества, а для себя. следует понимать, что таковы индийские женщины. Будучи индийской женщиной, она построила храм для себя. Никакого божества сама сидела там в небольшом храме, построенном своими руками. Ее посещали люди, потому что думали, что у нее есть решение, и у нее они были. В то время я был совсем ребенком, и мы все собирались там на летние каникулы. 35-40 дней столько времени я проводил в том городке. В остальное время мы все жили в больших городах. Нас собиралось там 36 детей в возрасте от 3 до 20 лет. Все двоюродные братья и сестры, целая Арава со всех уголков страны, все съезжались туда на лето. Когда приезжали дети, прабабушка приходила домой. Тогда ей было уже за 100. Всегда с идеальной осанкой. Приходила домой из храма. Это примерно 2,5 километра пешком. Приходила, чтобы провести с нами день. Она жила своей особенной жизнью. В ее жизни была и другая сторона. Но я хотел рассказать об ее отношении к еде. Если ей подавали завтрак, первое, что она делала, это кормила муравьев, воробьев, белок. Больше половины она отдавала им. Иногда сама съедала оставшиеся. А иногда просто сидела и смотрела, как они едят. Со слезами на глазах. Слезы катились у нее из глаз. Всегда найдутся самопровозглашенные советники. Даже у меня они есть. Они говорили ей, ты уже старая, без еды ты умрешь. Она просто смеялась. Все эти советники умерли. Она продолжала жить. Ее выдали замуж в возрасте 14 лет. В Индии культура такова, что женщине не дозволено курить до замужества. Выйдя замуж, она может начать курить, если захочет. Она воспользовалась этой возможностью в первый же день. Она курила биди. Это чистый табачный лист. И ничего больше. Только скрученный табачный лист снаружи и внутри. Она курила особым способом, когда сигарету курят с зажженной стороны. В возрасте 111 лет она ежедневно курила и жевала табак. У нее обнаружили рак горла. Она просто сидела. Она создала свою собственную диету. До последнего дня она сама готовила для себя. Своими собственными руками она готовила немного жидкой пищи, медленно проглатывала ее и просто сидела без больниц, без обезболивающих, без врачей. Так прошел год или полтора. Она испытывала сильнейшую боль, но не говорила ни слова. Она умерла в возрасте 113 лет и до последнего дня оставалась в трезвом уме и твердой памяти. Это вполне возможно для каждого. Все зависит от того, насколько вы за собой следите. Сегодня считается, что давление в 50 лет это нормально. Нарушение памяти в 60 это нормально. С какой стати? Это не то, как устроено человеческое тело. Оно создано так, что пока вы живы, все это может работать. Прабабушка читала без очков. Я видел ее в возрасте 105-106 лет. Она сидела и читала без очков. Существуют очень надежные свидетельства того, что вы сказали. Научные доказательства, что старение мозга не является естественным. Да, некоторые функции замедляются, но преобладает мнение, что высокое кровяное давление, высокий уровень липидов и деградация мозга это все нормальные признаки, которые характерны для 60 или 70 лет. И что мы должны ожидать лавину людей с болезнью Альцгеймера, поскольку население стареет? Вот какова логика на данный момент. По моему мнению, только моторные навыки могут ухудшиться с возрастом. Это понятно. Не обязательно, чтобы ухудшалось все остальное. Физическая подвижность может снизиться. Это нормально. Да, это концепция о продолжительности здоровой жизни. Именно это должно стать целью. Восстановить нормальную продолжительность здоровой жизни людей. Не просто долголетие, а здоровое долголетие. Но это не то, на чем базируется наша экономическая модель. Фармацевтика любит все эти болезни, которые проявляются в 50 или 60 лет и затем продолжаются всю оставшуюся жизнь. Меня всегда удивляло, когда я выступаю в роли приглашенного профессора. Я оцениваю размер медицинского центра, в который меня приглашали на протяжении нескольких лет или десятилетий. Эти центры растут и продолжают расти, хотя, казалось бы, это не обязательно. Почему так происходит? Потому что мы не занимаемся первопричинами заболеваний. Дело в том, что изначально мы начали коммерческую деятельность, чтобы она служила человечеству. Но со временем экономический двигатель стал настолько огромным, что люди стали его топливом. Мы должны жертвовать собой, чтобы как-то поддерживать работу экономической машины. Это сложная тема. Это не просто один аспект этого общего подхода. Мы забыли, что коммерческая деятельность призвана служить людскому благополучию. Но все же давайте не будем тратить время на разговоры о том, что мы не можем изменить. Что же мы можем изменить? Если бы мы смогли, чего мы и пытаемся добиться посредством всех этих мероприятий и конференций, это привлечь внимание квалифицированных медиков. Потому что в мире существует множество видов медицины. Но в современном мире из-за своей неспособности самоорганизоваться они все просто остаются на обочине. Если все альтернативные системы медицины сложить вместе, я не знаю даже составят ли они 2%. Я не знаю статистики. Я просто предполагаю, что это может быть 2% или меньше. Так что по сути превалирует аллопатическая система медицины. Есть важный аспект, в котором я вижу небольшие изменения. Хотя их недостаточно, чтобы обычные люди заметили разницу. Суть в том, что аллопатическая система ориентирована на симптоматическое лечение. У вас температура, мы знаем, как ее сбить. У вас боли, мы знаем, как их купировать. Но мы не ищем саму причину проблемы. Это стоит определенного числа болезней. Представьте, что кто-то, кого вы не любите, едет перед вами и включает поворотник, чтобы повернуть направо. Вы достаете, вы знаете, я из Теннесси. Так вот. Вы достаете револьвер и стреляете ему в поворотник. И думаете, что тогда он поедет прямо. Нет, он повернет направо. Поворотник не работает. И поэтому я думаю, что он поедет прямо. Но он поворачивает направо. Так что у меня явно проблемы. Это тот подход, с которым мы лечим симптомы. Если мы сможем перейти от симптоматического лечения к лечению, ориентированному на причину, что может быть сложно из-за медицинской и фармацевтической индустрии, которые нельзя разделить. Когда говорят о медицине, именно это имеется в виду. Мы не говорим о здоровье. Сегодня люди больше говорят о медицинской помощи, потому что это все, что с этим связано. Но это по сути медицина. Эта форма или такой взгляд на систему здравоохранения появился потому, что когда эти системы стали развиваться, самой большой угрозой были инфекционные заболевания. Чума, эмалярия, оспа и многие другие. В основном алопатическая система возникла для борьбы с этими заболеваниями, потому что они способны уничтожить целые народы. В этом контексте тогда поступили правильно. Даже сегодня, несмотря на все разговоры, я стопроцентно заявляю, если вы подхватили инфекцию, просто лечитесь современными медикаментами, потому что это химическая война. Не все это хорошо для вас. Но если вы хотите чувствовать себя хорошо завтра, это метод. Но искать здоровье через медицину это очень... Для меня это не вариант. И вообще не для кого, потому что вы заплатите за это. Потому что все химикаты пытаются что-то устранить. Не существует такого лекарства, которое бы действовало точечно. Они воздействуют на все. Боль очень важная часть нашего процесса выживания. Большинство людей в этом мире недостаточно разумны. И если бы у них не было боли, они бы разрезали себя на куски. Вы еще не видели всех новинок моды, не так ли? Люди прокалывают себя в разных местах. Насколько это больно. Если бы не боль, они бы вынули из себя кишки и гуляли бы, используя желудок вместо сумочки. Боль это то, что ограничивает моду. Если появляется велосипед, люди уступают ему дорогу не из скромности. Если устранить последствия в виде боли, люди не уступят дорогу, даже если на них будет ехать грузовик. Люди даже не смогли бы выжить, так что боль это хорошо. Устраняйте не боль, а то, что является причиной боли. Нужно понять, почему возник симптом в виде боли. Это нужно выяснить. Я не пытаюсь упростить всю систему медицины. Это сложный процесс. Где кончается одно, начинается другое. Здоровье должно начинаться дома. Что мы едим, как дышим, как сидим, как стоим. Когда что-то не так, обращайтесь к врачу. Вам не нужен врач, который будет следить за вами с детства и до самой смерти. Это вам не нужно. Но мы пришли к этому. Потому что если вы создали индустрию, вам нужны клиенты. Другими словами, мы чрезмерно сфокусировались на патологиях и борьбе с симптомами патологий, а не на салютогенезе. То есть на факторах, которые влияют на здоровье или необходимы для его поддержания. Эти факторы обеспечивают баланс экосистемы, которые представляют собой наш мозг, кишечник и тело. При текущем подходе мы не занимаемся этим, а фокусируемся на одной проблеме, когда что-то идет не так. И хотим лечить это максимально точечно, не обращая внимания на обширный побочный эффект от такого лечения. Насколько я вас понял, мы должны принимать то, что естественным образом происходит внутри нас и искать причины, почему что-то работает неправильно. Речь идет не только о борьбе с симптомами, но и о все более дорогих методах лечения и модели здравоохранения, когда мы стремимся продлить жизнь пациентов любой ценой с помощью всевозможных медицинских вмешательств, не думая о том, что именно привело к заболеванию. Возвращаясь к концепции взаимосвязанности мира или экспосому, как ее называют ученые, мы видим, что именно взаимодействие среды с нашими сложными системами порождает большинство проблем со здоровьем. В современных исследованиях микробиома многие все еще стремятся запатентовать молекулы, создаваемые микробами и даже самих микробов вместо комплексного изучения экосистемы триллионов микроорганизмов внутри нас и их взаимосвязи с окружающим миром для разработки более эффективных методов лечения. Ученые с экологическим образованием, вошедшие в сферу исследований микробиома, придерживаются подобной точки зрения, что микробиом нельзя свести к действию одного организма, как в случае с патогенными инфекциями. Но я думаю, что большинство руководствуются экономическими соображениями, стремясь заработать на своих лабораторных исследованиях и сосредотачиваются на поиске одной молекулы для создания нового лекарства от болезни Альцгеймера или Паркинсона, вместо того, чтобы попытаться понять более широкую картину. Приведу вам один хороший пример. Калифорнийская долина является основным поставщиком всех овощей и растительной пищи в США. В моей практике были случаи, когда целые семьи обращались с очень странными симптомами. Выяснилось, что фермы регулярно опрыскиваются с воздуха инсектицидами и гербицидами. Дети уже знают, что нужно бежать домой и закрывать окна при появлении самолетов. Это было в 2019 году. Я думал, что это в прошлом. Это было в 2019 году, когда я узнал эту историю. И я не мог поверить, у них развились всевозможные неврологические симптомы. Они обратились ко мне, потому что у их отца развился хронический запор. Оказалось, что у него ранняя стадия болезни Альцгеймера в кишечнике. Место, которое якобы производит самую здоровую пищу для растительного рациона, на самом деле является причиной многих из этих проблем. Серьезных хронических проблем из-за химикатов, которые используются в сельском хозяйстве. Я уверен, что есть и другие примеры. Не знаю, насколько это распространено в Индии. все не настолько плохо, но все же проблема есть. Зависит от региона. В некоторых местах действительно тяжелая ситуация. Проблема в том, что если какой-то штат достигает определенного благосостояния, они считают, что должны отравлять себя. Но эта проблема гораздо серьезнее. Инсектициды, удобрения, это более масштабная проблема. По поводу еды и качества в Калифорнии проведено много исследований, результаты которых не самые обнадеживающие. Один простой пример. Представьте, что вы съели калифорнийский апельсин. Объем микроэлементов, которые вы получили бы из него в 1920 году, сегодня можно получить только из 8 таких апельсинов. Вот насколько все ухудшилось. Поскольку в почве нет микроэлементов, мы накачиваем их искусственно до таких размеров. Что-то в ней образуется, но это не то, что нужно. Я думаю, все вы этим занимались, многие ученые работают над этим. Нехватка микроэлементов, психологическая неустойчивость и недостаточное развитие умственных способностей тесно взаимосвязаны. Это неизбежно. Если отбросить эту точку зрения, все, что я вижу, что тело, по сути своей, это почва. Если почва бедна, то и тело не будет здоровым. Если почва бедна, пища не будет питательной. Питательная пища не означает, что она пропитана жиром. Мы используем неправильные термины. Вместо того, чтобы называть еду плохой, мы называем ее питательной. Если в ней много жира, это плохая еда, но мы называем ее богатой. Питательная пища содержит все необходимое для поддержания этой жизни. Без плодородной почвы нет питательной пищи. Без питательной пищи нет здорового тела. Я бы даже сказал, не просто здоровое, а богатое тело. Быть здоровым, не имея повода ходить по врачам, этого недостаточно. Вот это должно работать на всю мощь. Все то краткое время, которое нам отпущено. Если не жить в полную силу, то что тогда? Если это должно произойти, нужно изменить столько вещей, которые мы изменить не можем. Но если медицинское сообщество частично изменит подход и откажется от химического лечения всех недугов, разница будет большой. Приведу вам простой пример. Я был в Калифорнии, где-то немного к югу от Сан-Франциско, в одном приличном доме. Одна женщина зашла в ванную комнату и, выходя, согнулась пополам, упала и в слезах стала кричать «Вызовите скорую!» Я спросил ее «Что случилось?» Она пошла в туалет и вдруг почувствовала очень острую боль в нижней части живота и не смогла помочиться. Она продолжала кричать. Я спросил ее «Где болит?» Она ощущала нестерпимую боль ниже пупка. Я попросил ее лечь на ковер. Обычно летом, во время путешествий, мы берем с собой маленькую бутылочку касторового масла. На дорогах слишком много пыли и если мы чувствуем жар в ноздрях, мы капаем в нос касторовое масло и это сразу охлаждает всю систему. Я накапал несколько капель ей в пупок и сказал «Просто полежите 6-7 минут. Если не поможет, вызовем скорую». Она все плакала. И вдруг боль прошла. «Что вы со мной сделали?» Боль просто исчезла. Это простая вещь, которая известна повсюду в Азии. Почему знания так медленно доходят до Соединенных Штатов? Они не приносят денег. Вот именно. Я должен был сказать, что это волшебное масло с небес. И попросить миллион долларов. Тогда бы сработало. Давайте вернемся к тому, что вы говорили о микронутриентах и насколько это важно. Все наши диетологи сфокусированы на макронутриентах. Сколько протеина. Все эти бесконечные обсуждения в социальных сетях. Должна ли это быть кето-диета или углеводная диета? И почти никогда не говорят о фитонутриентах, веществах, которые производят растения. Мой любимый пример — это так называемые полифенолы или антиоксиданты. Любое растение их производит. Их очень много в самых ценных органах растения. В плодах, семенах и до определенной степени в листьях. И это лекарство для самого растения. Во время засухи производство этих полифенолов возрастает. Если растения атаковали паразиты или насекомые, производство полифенолов также возрастает. И почвенные микробы играют большую роль в регулировании этого процесса. Когда растение страдает, определенные его части отправляют сигналы тревоги в корневую систему. Корни вырабатывают сахароподобные молекулы, привлекая почвенных микробов, которые стимулируют корни растения, производить больше этих полифенолов. Выстраивается прекрасная система. Что такое полифенолы? Фенолы — это молекулярные структуры. А полифенолы — это несколько таких колец соединенных вместе. Это очень большие молекулы, которые слишком велики для усвоения нашим кишечником. Вокруг этих молекул возник большой интерес и сформировалась целая индустрия. Но когда в ходе исследований людям давали эти вещества, выяснилось, что эти соединения почти не обнаруживаются в крови. Это потому, что они не усваиваются организмом. Все ранние исследования проводились на изолированных клеточных культурах. Но микробы играют в этом важную роль, так как именно они стимулируют их производство в растениях. Они также играют важную роль, расщепляя эти молекулы, когда мы съедаем растения, которые их содержат. Можно сказать, что получить пользу для здоровья от этих веществ невозможно без микробов. Они также играют важную роль в поддержании здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы. И эта область науки только начинает развиваться. Это хороший пример того, как природа, вы говорили об этом ранее, использует принципы, которые работают в разных системах. Они работают в растениях. Лекарства, синтезированные самими растениями, помогают им оставаться здоровыми. Если уничтожить микробы, растения не будут производить эти вещества и станут уязвимыми для вредителей. Если не использовать инсектициды и химикаты для поддержания жизни растений, они не смогут лечить себя сами. И в некотором смысле мы делаем то же самое со своей системой. Мы потребляем не только вредные вещества и токсины, но и нездоровую пищу. Это соотносится со способностью нашего тела поддерживать здоровье. Мы также добавляем в себя химию в виде фармацевтических препаратов для лечения хронических заболеваний. Меня восхищает, что одна и та же концепция применима к почве, растениям и людям, а микробы являются отличными посредниками в этом процессе. Я думаю, что самое удивительное, что я узнал из науки о микробиоме, это те примеры, где мы видим, какие механизмы способствуют здоровью в разных видах жизни, почвенной жизни, жизни растений, а также здоровье кишечника и мозга. Это действительно удивительно. Так почему бы не проследить эту цепочку с самого начала от того, что мы делаем с нашими растениями и как мы их выращиваем? То, что вы говорите о Калифорнии, теперь эти апельсины не содержат полифенолы, потому что они выращиваются на почве лишённых микробов, стимулирующих их производство. При этом на них распыляют много химикатов, чтобы они не портились и их не ели насекомые. Дело в том, что это было традиционным знанием, но современная наука в определённом смысле также подтверждает это среди растений, например, в лесу. Мне всегда было это интересно, потому что я провёл много времени в южноиндийских джунглях. Мне всегда было интересно, почему слоны едят в такой спешке. Они так торопятся, что срывают дерево. Они могли бы есть медленно, у них нет конкурентов. Другие животные щипают траву, а они могут дотянуться куда угодно, но всё равно ломают растения и так едят. Один из местных рассказал мне, в чём дело, хотя он не мог сформулировать это чётко. Мол, растениям не нравятся слоны, поэтому они должны уйти в другое место. Что-то такое он говорил, что какие-то духи растений выходят из деревьев и воздействуют на слонов, поэтому им нужно поесть очень быстро и уйти. Но сегодня наука утверждает, что если в данной местности скажем, в радиусе 15 километров растут определенные виды деревьев и, если приходит стадо слонов и начинает есть в этой области, примерно через 7-12 минут листья всех этих видов растений становятся горькими. Поэтому слоны едят в спешке и не трогают соседние деревья. Они уйдут на километр или дальше и там продолжат есть. Вот как ведут себя растения. С детства, когда я был у своего деда, нам всегда говорили, что в садах с фруктами должны быть маленькие животные, которые активно двигаются. Зайцы, домашние кролики, овцы всегда находятся там. Говорят, что когда в саду живут небольшие животные, плоды становятся слаще. Растение понимает, что эти животные не могут навредить им и будут удобрять их. Тогда у них будут более сладкие плоды. Поэтому в саду всегда должны быть небольшие животные, которые не угрожают растению. Вы получите наилучший урожай. Вот в чем мудрость. Такой естественный подход сегодня стал известен под модным названием регенеративное сельское хозяйство, когда вы фактически возвращаете все в почву. Не просто истощаете ее, выкачивая органику, но и возвращаете их в виде остатков растений или навоза животных, которые живут тут же. Это почвенный биом, управление почвенным биомом. Выращивая тонну любой культуры на этой почве, мы фактически извлекаем тонну органических веществ. Нам нужно возмещать как минимум тонну каждый сезон. Иначе через несколько лет почва превратится в песок. Это называется опустыниванием. И это одна из самых больших проблем на планете. Пустыни распространяются с такой скоростью, что трудно поверить. Каждые 22 года пустыни на африканском континенте разрастаются на 10%. Есть ли на ваш взгляд перспективы или основания надеяться на изменения в таких регионах как Индия или Африка? В Индии есть перспективы. Совместно с правительством мы ведем кампанию по изменению множества существующих политик. Мы работаем над тем, чтобы 5,5 миллионов фермеров на 83 тысяч квадратных километрах перешли на агролесоводство, что, несомненно, вызовет изменения. Увидев успех этой инициативы правительство Индии подготовило проект для 13 водосборных бассейнов. Эти речные бассейны в сумме покроют 67% территории страны. В прошлом году в этот проект было вложено около 2,5 миллиардов долларов, но этого недостаточно. Если существенные вложения продолжатся в течение следующих 12-15 лет, 67% территории Индии восстановятся и начнут процветать. Разумеется, остальное возьмут на себя частные агентства и другие подобные организации. Индия движется в этом направлении, но ее проблема заключается в том, что на ее долю приходится 4% земель планеты и чуть больше 17% мирового населения. Это серьезный вызов. В Африке ситуация совершенно иная. Там отсутствует развитая культура земледелия, в отличие от Индии, где сельскохозяйственная культура чрезвычайно развита. Это то, чему весь мир должен поучиться у Индии. В последние годы ситуация ухудшилась из-за так называемого современного сельского хозяйства. Например, в 50-х годах прошлого века Индия все еще страдала от голода, который можно назвать своего рода подарком от службы ее величества. В 1942-43 годах был страшный голод. За 4 месяца больше 3 миллионов человек погибли ужасной смертью. После этого Индия стремилась преодолеть этот кризис массового голода. Человек, который был пионером так называемой «зеленой революции», скончался за 4 недели до моего отъезда из Индии. Он проделал отличную работу. Зеленая революция стала способом преодолеть нехватку продовольствия. Мы преуспели в этом. С 61-го года не было ни одного голода. Это огромное достижение для страны и всего народа. Но вместе с этим мы начали разрушать почву из-за чрезмерного использования удобрений, пестицидов и прочего. Конечно, не в таких масштабах, как вы. Наши масштабы мы считаем разрушением, но то, что происходит в Америке, это полное уничтожение. Здесь это происходит в совершенно другом масштабе. Сегодня люди становятся немного более осознанными, но распыление веществ с самолета это уже военные масштабы, не так ли? Мы разрушили нашу почву, значительно снизив содержание органики. Сегодня это всего около 62-х сотых, что плохо для страны. Содержание микроорганизмов в почвах Южной Индии, ниже Диканского Плоскогорья настолько велико, что по видовому разнообразию оно является самым богатым в мире. Нигде больше на планете не найти столько видов в горсти почвы. Мы не знаем, почему это так, никто не знает, но было замечено, что здесь наибольшее количество видов. У этой почвы хорошая способность к восстановлению. Погода и муссоны благоприятны для восстановления почвы. Например, у вас здесь есть прерии. Они будут плодородны только в случае достаточного растительного покрова, иначе верхний слой почвы будет сноситься ветром. Считается, что минимум 50% почвы прерии уже утрачены. Мы не знаем, насколько хватит оставшихся 50% по причине возрастания скорости ветра из-за повышения температуры. Недавно даже вблизи Иллинойса произошла песчаная буря. В пыльном облаке столкнулось много автомобилей, дороги оказались занесены песком. Такое может происходить при увеличении скорости ветра, потому что это такая почва. Без естественной растительности она просто разлетится. У нас нет такой проблемы, потому что с обеих сторон полуострова нас защищают очень богатые биоразнообразием горы. У нас есть это преимущество. Наша проблема это плотность населения, слишком сильный антропогенный фактор. Также нужно понимать, что столь значительное человеческое влияние произошло потому, что данная среда была благоприятной для жизни. Индия была не тем местом, откуда хотелось уезжать. Сегодня люди могут уезжать куда-то в поисках лучших возможностей. Но в прошлом никто не хотел покидать Индию, потому что там было очень хорошо для жизни. Приятный климат, вкусная пища, особенно для индийцев. Их язык всегда направлен на восток. Подобные изменения происходят, однако ситуация в Африке совершенно иная. К сожалению, Африке не обойтись без серьезной поддержки извне. Мы пытались работать в некоторых странах, например, Сьерра-Леоне и другие. Там нет базовых знаний о сельском хозяйстве. Их нужно учить всему, чтобы они стали компетентными в аграрной сфере. Да, немного кукурузы. Что-то они выращивают. В Индии это не так. Фермеры собирают 4-6 урожаев в год на одном участке. 4 основных урожая плюс 2 промежуточных. Настолько хорошо они разбираются в земледелии. Но со временем земельные участки измельчали. Сейчас средний размер участка составляет 1 гектар на человека. Это так мало, что экономически невыгодно. Мы решаем эту проблему путем создания организаций производителя фермеров. Фонд Иша управляет 25 такими организациями. Около 12 дней назад мы получили государственную награду как лучшая организация фермеров-производителей. Так что прогресс есть. Это все решение, но меня беспокоит их скорость. Будем ли мы действовать достаточно быстро, чтобы предотвратить проблему, или начнем действовать в ускоренном темпе, только когда нас накроет большая катастрофа? К сожалению, это более вероятный сценарий. К сожалению. Но к счастью, федеральное правительство Индии гибкое. В последние годы мы изменили политику в отношении рек, также пересмотрели политику высадки деревьев на сельскохозяйственных землях. Мы ввели субсидии на такие посадки. Это очень прогрессивные инициативы, но их еще нужно правильно донести до людей. За этим стоит правительство Индии. Очевидно, это то, что точно нужно во всем мире. Но поддерживает ли индийское правительство такие инициативы? Все практические действия, к сожалению, выполняются только нами, людьми, которые находятся в ИИШе на постоянной основе, и другими волонтерами. Мы работаем семь дней в неделю по восемнадцать часов, триста шестьдесят пять дней в году, обеспечивая финансирование. В остальном у нас нет крупных спонсоров. Мы не обращались к большим организациям или что-то подобное. Только простые люди делают маленькие пожертвования, но их очень много. Мы справляемся. Но пришло время, когда это должно стать политикой государства. Благодаря успеху нашего проекта Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием объявила его ключевым проектом для тропических земель в мире. В связи с этим разработала 13 подробных проектных отчетов и вложила некоторые средства. Однако вопросы рек и почвы являются совместной компетенцией федерального правительства и правительств штатов. В Индии примерно 32 политические партии. В каждом штате у власти своя партия. Я смог объединить их всех во время акции Rally for Rivers. Я посетил 16 штатов. Во всех штатах все 16 главных министров приняли участие в моих акциях. И федеральное правительство сделало это обязательным законом, видя такую поддержку. Но собрать всех этих людей вместе и запустить инициативу в каждом штате это тот еще цирк. Это не сложно, но нужно устроить цирк. Нужно идти на разные уловки, чтобы убедить всех. И делать это только для того, чтобы добиться принятие этого закона. Был такой закон. Если вы вырастили дерево на своей земле и срубили его без разрешения, вас могут арестовать. Экологические активисты тут как тут. У них нет других дел, кроме активизма. В их жизни нет другой деятельности. они будут протестовать, полиция приедет и арестует фермера. Я спросил, и кто теперь захочет вырастить дерево? Никто не захочет. Что бы ни росло на моей земле, пусть это будет для моих нужд. Только тогда я посажу дерево. Теперь мы изменили этот закон. Правда некоторые виды деревьев все еще под запретом. Мы продолжаем работать над этим. Три месяца назад мы развернули акцию в Тамилнаде. В знак протеста мы сажаем сандал. Я думаю, за этот сезон около 1300 фермеров высадили сандаловые деревья на своей земле. Мы пообещали им, что прежде чем они вырастут, мы изменим закон. Потому что сейчас сандаловое дерево, вид который происходит из Индии, мы импортируем из Австралии, потому что никому не дают его выращивать и единственный путь идти в лес и рубить его там. Если вы не хотите, чтобы люди эксплуатировали лес, нужно разрешить выращивать те же растения на их землях, не так ли? И многие фермеры больше не живут на фермах. Все переехали в города с детьми программистами. Они могут быть здесь, в Бостоне, а не в Бангалоре. Они не могут жить в деревнях, они переехали в города, и поэтому хотели бы заняться легким фермерством. Всего 2-3 дня в месяц они занимаются сельским хозяйством. Для такого лучше всего подходит агролесоводство. Да, это очень интересно. Также любопытно осознавать, что мы начали со здоровья микробиома и передовой науки, но в итоге оказались в теме почвы. Это все микробиом. здесь или там это все микробиом, потому что если его нет там, его не может быть и здесь. Мы это просто небольшое образование на почве. Однажды мы вернемся в нее. Многие люди не осознают, что тело, которое мы носим, это та же почва, по которой мы ходим. Выбор за нами. Если мы поймем это сейчас, мы сможем жить разумно. Или мы осознаем это только с помощью червей. Это неплохо. С экзистенциальной точки зрения это нормально. Но с позиции человеческой жизни лучше осознать это сейчас. Как вы думаете, не лучше ли осознать это сейчас? Важно ли это для психического здоровья? Вместо того, чтобы изучать психическое здоровье? Мы можем взглянуть на это так. Действительно ли важно, чтобы человеческий разум функционировал всеобъемлющим и феноменальным образом или же каким-то посредственным образом? Это очень важно. Чем сильнее мы становимся в этом мире, я говорю об отдельных индивидах, а не о правительствах, президентах и премьер-министрах. По сравнению с людьми тысячу лет назад, каждый человек сегодня, вероятно, в тысячу раз могущественнее в плане возможностей. Когда мы обладаем такой силой, важно, насколько мы умственно развиты. Просто оставаться психически здоровым, чтобы не попасть в лечебницу, не так уж важно. Насколько мы способны, как мы собираемся использовать наш интеллект, это очень важно. В этом контексте прежде всего нужно осознать, что мы не отдельная жизнь. мы это жизнь, которая является следствием всех этих жизней, не только микробиома, но и всей прочей жизни. Вот почему в йоге каждая асана названа в честь какого-то животного. Природа этих животных, как они связаны с нами и наше место в эволюционном развитии, все это часть йогической системы. Люди, практикующие йогу, должны знать макарасану, бхуджангасану, рикшасану и тому подобное. Разные асаны представляют разных животных, потому что все они в том или ином виде существуют в нас. Это наше развитие. Мы цветок эволюции, но мы должны благоухать, а не попахивать. Я уверен, что самое важное для науки о микробиоме это развиваться в этом направлении. Прошу вас, расскажите, как можно сдвинуть науку и научное сообщество хотя бы на шаг в этом направлении. На данном этапе своей карьеры я стараюсь охватить как можно более широкую аудиторию в социальных сетях, рассылках и подкастах. Я пошел на риск по-настоящему обидеть многих своих бывших коллег. На что могут обижаться ученые? Когда религиозные деятели обижаются на слова, то это еще можно понять. Они считают, что я как ученый должен сосредоточиться на науке, а не на какой-то популяризации среди людей. Но я действительно считаю, что это важно и не терпит отлагательств. Я считаю, что как можно больше ученых должны заняться этим, потому что они обладают знаниями, им известны детали, им не следует доверять это людям, которые зарабатывают кучу денег на всяких пищевых добавках, эффект которых не подтвержден. Я думаю, что это то, что сделает обычных людей осведомленными, потому что чем больше мы работаем над просвещением, тем вероятнее, что люди изменят свою жизнь, свой образ жизни и потребуют изменения от политиков. Но вы делаете это в гораздо больших масштабах, и это замечательно. иметь платформу, которая у вас есть, чтобы влиять на столько миллионов людей в нужном направлении, и ваш голос громче, чем всякая болтовня. Простите, что я такой громкий. Я имею в виду, что ваш голос гораздо громче, чем весь тот шум в соцсетях, большая часть которого в плане полезности для здоровья и изменений в образе жизни на самом деле неэффективно. Все это для тех, кто хочет стать инфлюенсером и зарабатывать на этом, но не более того. Их цель не в том, чтобы изменить понимание, концепции и мнение в масштабах, которые, как мне кажется, необходимы. Я понял это из своего опыта, который был частично успешен. Это требует много усилий и отвлекает от подачи на гранты, которые постоянно отклоняются национальными институтами здоровья. Но я лично считаю, что это того стоит. Думаю, что я опубликовал достаточно статей в научной литературе, и пора поделиться этими знаниями и пониманием с широкой публикой. Вы также говорили о срочности. Некоторые вещи действительно неотложны в плане здоровья, но некоторые из них сверхсрочные, например, следующая пандемия, которая неизбежна. Что важно, знаем ли мы основные факторы риска, ведь этими факторами является наше сельское хозяйство, например, с огромным количеством животных во все более тесных условиях. И также во многих странах есть проблема определения границ с дикой природой, например, Индия, Бразилия и, конечно, Китай, где люди ближе и ближе подходят к местам обитания диких животных. В Индии разведение скота не является чем-то масштабным. Нет как такового организованного скотоводства. Животные предоставлены сами себе. Примерно 20 лет назад поголовье было более миллиарда. Сегодня это количество составляет около 780 миллионов. Но животные, как правило, пасутся либо на фермерских землях, либо в лесу, сами по себе. Однажды я ехал по шоссе и услышал ужасные звуки, как те, при которых скручивает живот. У меня очень крепкий желудок, я спокойно путешествую морем, без симптомов морской болезни. И где бы я ни был, меня не укачивает и не тошнит, я могу смотреть на что угодно. Я так устроен. Но эти звуки по-настоящему выворачивали наизнанку. Мы просто ехали и завернули в сторону звука, чтобы посмотреть, что там такое. Это было где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, немного глубже в равнины. Это должно быть были 15-20 гектаров огороженной земли. Я не знаю, сколько там было животных, даже предположить не могу. Должно быть где-то от полумиллиона до миллиона точно. Просто невыносимое зловоние и отвратительные звуки. Не знаю, была ли это скотобойня или что-то другое, трудно было понять. Там были какие-то сараи. О, это самое жуткое страдание. Первое, что пришло мне в голову, это фильмы о Холокосте. Точно такое же впечатление и от звуков, и от самого места. Думаю, что ваша диета точно изменится после визита туда. И всем известно, что такие места являются рассадниками пандемии и микроорганизмы, которые там процветают, в конечном итоге попадают в нашу пищевую цепь и в воздух, которым мы дышим. Это происходит и в Китае, например, где они строят многоэтажные свинофермы. О, многоэтажные большие фермы. Да, где-то 10 этажей. Совсем недавно видел. Я имею в виду, что плотность размещения скота такова, что это вызовет восстание микробов. Это естественная реакция природы на такой подход к скотоводству. Мы знаем, что это произойдет. Мы также знаем, например, из недавних исследований, проводившихся на прошлой неделе, что этот феномен долгого ковида, когда у людей сохраняются симптомы, ставит под угрозу качество жизни. Я не знаю, развивается ли это тот же самый вирус, или потому что вторичные мутации в Индии были слабее первой, поэтому мы решили, что победили вирус, и теперь все в порядке. К таким выводам мы пришли. Я хочу вас спросить, каким образом биом связан с этим? Видите ли, мы относимся к пище так. Если мы собираемся что-то съесть, то должны выбирать ту пищу, которая эволюционно максимально далека от нас. Растительная жизнь совершенно точно далека от нас. Если вы в такой ситуации, что вам нужно есть что-то невегетарианское, то это может быть рыба. Вот почему в Южной Индии мы называем рыбу джалапушпом, что означает цветок в воде. Потому что в вашем теле она ведет себя как растительная жизнь, из-за того, что рыбы так далеки от нас генетически. Если съесть то, что ближе к вашему генетическому коду, например, млекопитающее, сложность такого генетического кода, его биомы и все остальное не подходит для нас. Это привнесет инертность в нашу систему на фундаментальном уровне. Это усложнит ваш собственный генетический код. Они перемешаются. Сегодня много говорят о эпигенетике. Я не ученый, и это не но в йоге нам известно, что вызывает у нас инертность, что делает нас более внимательными, что затупляет наше восприятие, а что его обостряет. И это то, что мы всегда учитываем. Прежде чем что-то съесть, мы не оцениваем еду на белки, витамины и прочее. Мы думаем только о том, станем ли мы менее или более восприимчивы. Вот единственное, что нас волнует. определяет то, насколько вы восприимчивы. Так что мы смотрим не на продолжительность нашего опыта, а на его глубину. В этом контексте мы уделяем внимание тому, чтобы наша пища генетически была далека от нас. Так вот, имеет ли это отношение к биому? Лучшее, что можно сделать для своего здоровья в плане питания, это питаться тем, на чем процветают ваши микробы? В основном это растительная пища, потому что в ней есть молекулы клетчатки, а также полифенолы и микронутриенты, которые расщепляются только микробами. То, что вы говорите, по сути, просто еще одна вненаучная версия того же самого. Внутри нас есть эта древняя форма жизни. Эти микробы существуют на планете уже три с половиной миллиарда лет, и они лучше всего процветают на продуктах питания, которые далеки от нас, от эволюционной ступени млекопитающих. Я на самом деле никогда не задумывался об этом в таком ключе, но это происходит именно так. Это здорово. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. В мире наблюдается ухудшение состояния почвы и микробиомов. И Садгуру уже работает над этим. Я уверен, что вы также будете призывать ваше правительство заняться этим вопросом. Но что мы можем сделать для решения этой проблемы, когда мы все живем в городах, где свои сложности и мы не можем сами выращивать себе пищу. Что же мы можем сделать с этой проблемой? Понятно, что все вы не станете завтра заниматься регенеративным земледелием. Ожидать этого было бы непрактично. Хотя многие идеалисты говорят об этом. Переезжают на ферму на 3-4 месяца, но не могут там остаться из-за отсутствия вай-фая и возвращаются в город. Много людей имели краткосрочный опыт в сельском хозяйстве, а затем вернулись в город. Не делайте так. Мы живем в демократическом обществе. Это значит, что это ваше правительство. Когда я говорю ваше, я имею ввиду ваши голоса создали это правительство. Сейчас это очень важно. В ноябре следующего года состоятся выборы. Давайте заявим, что если кандидаты не предпримут действий они не получат наших голосов, кем бы они ни были. Неважно от какой вы партии. Сможете ли вы обеспечить плодородную почву для наших детей или нет. Кто предложит лучшую программу, за того мы и проголосуем. Начните компанию. На сайте Спасем почву есть огромное количество информации в доступной форме. Если вам требуется более подробная информация, посетите сайты ФАО и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Там можно найти феноменальное количество данных. Вам не нужно выступать в роли ученого. Выбирайте то, что имеет для вас смысл и делитесь этим хотя бы четыре раза в неделю в Твиттере. Убедитесь, что вас ретвитнет миллион человек. В демократическом устройстве государства самое важное это численность. Если вы покажете, что у вас есть поддержка по определенному вопросу, правительства отнесутся к этому серьезно. В этой стране несложно изменить ситуацию, поскольку у вас нет демографического давления, как в других странах. Здесь природные ресурсы все еще находятся в прекрасном состоянии, хотя вы пытаетесь разрушить их изо всех сил. Тем не менее, североамериканский континент по-прежнему во многом нетронут, я бы сказал. Его водные и земельные ресурсы в хорошем состоянии. Если правительство штатов возьмет на себя обязательства, ему для этого не потребуется столько средств, сколько вы тратите на войны. Если инвестировать 5-10% от этого в течение 5 лет, в этой стране можно все изменить. Чтобы преобразовать Индию, потребуется 15 лет. Для Африки потребуется вероятно 25-30. Такова сложность задачи. Но в США за 5-6 лет можно все изменить, если вложить определенные средства и усилия. Я думаю, что проблема очевидна в политической поляризации в этой стране, которая превращает все эти попытки. Нет, нет, поляризации не будет, если вы сможете заставить американцев подняться и сказать. Допустим, 60% населения Америки скажут, что они обеспокоены почвой. Кто предложит лучшее решение? Затем начнется соревнование между поляризованными сторонами за лучшую политику. Так и будет происходить прогресс. Не стоит вникать в поляризацию. Вы же не собираетесь баллотироваться в президенты. Если нет, то не связывайтесь с этими партиями, это их дело. Наше дело это развитие страны и процветание людей. Я полностью согласен с этим. Знаете, небольшой шаг для тех, кто не хочет заводить ферму, это посетить фермерские рынки и поддержать этих людей. Мы уже делали так в Лос-Анджелесе. Вы посещаете их фермы, узнаете, как они выращивают продукты, применяют ли регенеративные методы. Большинство из них на самом деле нет. И это определенно один из способов поддержать эту отрасль, а не ходить в Whole Foods и другие крупные магазины за овощами и фруктами. Но очевидно, что это не имеет такого же эффекта в широком масштабе. Это определенно хороший способ поддержать эту маленькую отрасль. Здесь нет вопросов. Но в то же время, допустим, завтра все население Бостона отправится на фермерский рынок. Этот фермерский рынок не сможет обеспечить даже 1% населения. То есть у них нет таких масштабов, чтобы выращивать и снабжать весь город. Что для этого нужно? Это участие научного сообщества, также участие генерального хирурга США, который, как вы знаете, очень дальновидный человек, Вивек Мерфи. Предположим, что вы все соберетесь вместе, люди из вашей области, и напишите серьезное письмо с аргументацией того, что должно произойти и что необходимо сделать. Почва в США должна стать богаче на 3% минимум. На этот счет уже есть вся необходимая информация, мне не нужно говорить что-то еще. Это нужно, то нужно, почему бы нам. Не делайте то, что я говорю. Сами решите, что делать. Хорошо? Поскольку ваша проблема специфическая, вы не можете сделать то, что кто-то предлагает. Ничего страшного. Решите ее своим невероятным способом, о котором я не задумывался. Какая разница, как, лишь бы органическая жизнь на этой планете была богатой. Если богатство будет в земле, то оно, естественно, дойдет и сюда, я уверен. И тогда вот это воспрянет. Я имею в виду, что одно дело влиять на политиков, другое же влиять на институты, утверждающие политику. Это должно произойти. Если в такой стране вы не можете это сделать, то что тогда? Есть несколько хороших примеров. Например, основатель Патагонии Ивон Чуинар. Не знаю, знакомы ли вы. Это очень выдающийся человек, который посвятил всю свою деятельность и фактически стал миллиардером, хотя и по неволе. Он всегда считал себя эко-коммунистом. Какой хороший коммунист. Кто он такой? Это человек, с которым вам было бы приятно встретиться и поговорить. Он оказал определенное влияние, собрал вокруг себя последователей. Это похоже на не то чтобы культ, скорее я бы назвал это позитивным движением, которое он основал. Он продемонстрировал, что на этом можно зарабатывать деньги. Не нужно утверждать, что бизнес-модель не позволяет использовать такие методы, как регенеративное сельское хозяйство, которое он активно продвигает. И все, что касается почвы, не изменится без мотивации фермеров. Сейчас создается много стимулов, но без каких-либо целей. Понимаете, если вы начнете стимулировать фермеров, вы можете легко закрепить эту систему. Он увеличивает процент органики в почве. Далее мы его дополнительно стимулируем. Вместо этого мы стимулируем только с целью перебить чей-то рынок. Да, кукуруза и соя это основные области. Это очень кукурузный способ ведения сельского хозяйства. Намаскар, Амсадгуру. У меня вопрос к вам обоим. Я невролог и у нас есть пациенты с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. Как вы сказали, они часто начинаются с кишечника. Итак, во-первых, какую диету нам стоит рекомендовать пациентам, которым уже диагностировали болезнь Паркинсона? И еще вопрос к вам, Садгуру. Можно ли разработать специальные программы из йогических практик в зависимости от типа заболевания у пациентов, чтобы предоставить им лучшее симптоматическое лечение, особенно для болезни Альцгеймера и Паркинсона? А вопрос про диету это к вам. Все зависит от того, на какой стадии вы наблюдаете пациента с болезнью Паркинсона. Думаю, что сегодня есть способы, возможно, с помощью биопсии толстой кишки обнаружить тельца левия в энтеральной нервной системе и помочь поставить диагноз, если у кого-то внезапно развивается запор в среднем возрасте или после 40 лет. У вас есть 14 лет на то, чтобы повлиять на развитие неврологического заболевания. И это то, чем мы совсем не пользуемся. Готов поспорить, что менее одного или даже одной десятой процента гастроэнтерологов, которые наблюдают пациента с запором, задумываются об этой связи, особенно если в семье были случаи болезни Паркинсона. Так что, если у вас есть эти 14 лет, я думаю, нам определенно стоит провести клинические испытания по применению диет. Знаете, существует несколько таких растительных диет, не только средиземноморская, но и Майнд диета, и Дэш диета, это все вариации на эту тему. Объединяет их то, что они в основном растительные и содержат очень мало или вообще не содержат красного мяса. Есть доказательства из исследований других заболеваний, которые, я полагаю, придерживаются той же зависимости, что диета приносит пользу в плане замедления развития когнитивных нарушений. С болезнью Паркинсона нет масштабных клинических исследований в этой области. Люди по-прежнему ищут волшебные способы лечения, как всегда. Какой-то волшебный метаболит, который поможет создать лекарства за миллиард долларов, которое можно будет использовать для предотвращения развития болезни. И болезнь Паркинсона это заболевание, которое с наибольшей вероятностью ждет прорыв, основанный на связи микробиома кишечника и мозга. Думаю, что на этом все, что я бы сегодня порекомендовал кому-то, и это то, что я рекомендую своим пациентам. Если они готовы стать вегетарианцами, я тоже поддержу это. Не все готовы пойти на это. Но когда у вас обнаружатся неврологические проявления, симптомы заболевания центральной нервной системы, я не уверен, что диета на этом этапе сыграет большую роль. Думаю, у нас нет доказательств, что это может обратить дегенерацию на различных уровнях нервной системы, включая связь кишечника с мозгом, ствол мозга и кору. Так что у меня есть сомнения на этот счет, но остаются миллионы пациентов, которым, вероятно, диета может помочь. Что касается специальных йогических практик, такое возможно, но вообще мы считаем, что йога это дисциплина, а не терапия. У йоги много терапевтических свойств, но нужно вести ее в свою жизнь как дисциплину. Если брать терапию, то это нужно наблюдать отдельных людей, что мы также делаем в малых масштабах. Что касается Паркинсона, не знаю, кто решил дать свое имя заболеванию. Как вас зовут? Праджвал. Даже если вы обнаружите какое-то новое заболевание, не давайте ему своего имени. Это не лучший способ попасть в историю. Я точно не знаю, как это происходит, но знаю, что это так в своей основе. Это связано с тем, что происходит на ваших кухнях. Как готовится еда и как там все устроено, в этом я уверен. Так что если болезнь Паркинсона начинается с вашего кишечника, мы все еще не знаем в отношении отдельного человека, какой аспект его нервной системы работает неправильно или ослаблен. Что могло быть генетически ослаблено у определенного человека? Это то, что мы можем наблюдать и выявлять, только внимательно изучая конкретного пациента. Например, у кого-то есть определенное заболевание. И для удобства лечения можно сказать, что это такое-то заболевание. Но если уделить достаточно внимания, у каждого человека будут вариации одного и того же заболевания. Вы замечали подобное? Это может быть болезнь Паркинсона согласно симптомам, о которых мы говорим, но где именно в огромной нервной системе есть повреждения, вы не знаете. Структурировать йогическую практику для этой цели возможно, но это потребует много индивидуального времени. И для этого опять-таки для некоторых людей это возможно, но это непрактично, если речь идет о массовой передаче практики. Поэтому лучше всего, чтобы у вас не было клиентов. Вот моя цель. Вы не против этого, потому что меня волнует здоровье, а не болезнь. Как же предупредить заболевание? Как говорит профессор, важно сменить свой рацион. Есть много других аспектов. Как вы едите, когда вы едите и в каком настроении? Например, если мы хотим просто выпить эту воду, то мы не станем пить ее без чувства почтительности. Поскольку вода обладает памятью, мы видим в ней живую силу. Это так не потому, что я так вижу. Такова реальность. Если вы этого не осознаете, не пейте воду следующие 8 дней. Вы поймете, что это живая сила, это не просто вещество. И у нее есть память. Вы можете создавать в ней разные виды памяти. Из какой части Индии вы родом? Хорошо. В тех культурах это есть, вы возможно городское и не знаете. Но в сельской Индии даже сегодня мы всегда набираем воду накануне вечером. Просто процеживаем ее через ткань, на случай, если там есть какие-то частицы. Затем мы наливаем ее в летом в глиняный сосуд. Сверху кладем цветок и немного вибути или кум-кума в знак почтения. Оставляем так воду минимум на 6-8 часов и только потом используем. Потому что то, как вы обращаетесь с водой, так и она обращается с вами. То же самое касается еды и всего, что попадает в тело. Если относиться к ним не как к продуктам из магазина, а видеть в этом жизненно важный материал. 72% вашего тела это вода, не так ли? Разве это не очень важно? Скажите, для вашей жизни и создания вашей жизни важнее вода или Бог на небесах? Я не пытаюсь вас напугать, во что бы вы не верили, но если у вас нет воды, вы будете ей поклоняться. Мы поклоняемся ей, когда она у нас есть. Это очень важно. Люди не разговаривают друг с другом, пока живы, когда умирают, идут к медиуму, чтобы поговорить. Очень важно, чтобы молодые медицинские работники, такие как вы, я знаю, что это не так просто, как я говорю, но сегодня есть возможности, потому что в научном сообществе такой подход к медицине и науке, как к религии. Я верю, что это все, что есть. Такие вещи больше не воспринимаются позитивно. Люди хотя бы начинают понимать, что мы знаем что-то, но мы все еще не знаем многого о том, как устроена жизнь. Нам все еще нужно исследовать. когда происходит подобный мыслительный процесс, вы можете используя свои знания в области нейронауки создать возможности для здоровья, а не для лечения. Вот что важно. Если вы лечите тысячу пациентов или если вы сделали 500 человек по-настоящему здоровыми, то на мой взгляд лучше второе. Я полностью согласен с тем, что вы сказали только один комментарий. Дополнение к ритуалу и осознанности в отношении пищи и воды. Существует еще кое-что в связи между мозгом и кишечником. Мы много говорили о сигналах, идущих снизу вверх. Сверху вниз тоже идет много сигналов, поэтому любое ваше эмоциональное или оценочное восприятие касательно того, что вы едите, будет передаваться через вегетативную нервную систему в кишечник и сформирует кишечник, соответствующий вашим мыслям. И эти мысли могут быть неосознанными. Так, если вы боитесь, форма вашего кишечника будет другой. в той, чтобы наложить в штаны. Это и кровоток, и секреция, выработка кислоты и слизи. Даже микробы слышат ваш мозг, потому что у них есть рецепторы для дофамина, норопинефрина и регуляторов стресса. Они меняют характер своих генов и поведения в зависимости от того, что происходит в вашем мозгу. И если вы опасаетесь того, что едите, это изменит работу вашей внутренней кухни, тело будет иначе готовить и усваивать пищу, я думаю, люди забывают об этом. Когда вы сердитесь, когда вы боитесь, когда у вас есть страхи, связанные с едой, которые сейчас у большинства людей, они не подходят к еде с чувством получения удовольствия от неё, а обеспокоены тем, что в ней есть что-то вредное. Всё это действительно имеет эффект, хотя его трудно измерить в каждом конкретном случае, но с помощью специальных приборов мы знаем, что вегетативная нервная система влияет на каждую клетку кишечника и на микробов. Насколько я понял, вы говорите о почтительном отношении к воде. Я бы не удивился, если это влияет на то, как организм усваивает воду, когда вы её пьёте. Это так на всё сто процентов. Не знаю, есть ли у вас лабораторные доказательства, но я живое доказательство того, что вода усваивается иначе. мне интересно, какое влияние оказывают ферментированные продукты на микробиом и садгуру. Как влияют такие продукты на способность восприятия? Как это влияет на наше восприятие? Это сложный вопрос. Но насчёт того, как ферментированные продукты влияют на здоровье, на этот счёт есть довольно убедительные доказательства. Люди начали ферментировать пищу, вероятно, более 10 тысяч лет назад, и это привело к генетической адаптации кишечной нервной системы к тому, чтобы такая пища стала существенной частью рациона. Это так почти у всех культур и народов мира, хотя США, например, были исключением до недавнего времени. Но у большинства культур ферментированные продукты были важной частью их рациона. Особенно это выражено в корейской кулинарии. Это во-первых. Недавнее исследование показало, что по сравнению с группой, которая приоритизировала потребление клетчатки, та группа, что употребляла несколько видов ферментированных продуктов, имела лучшую кишечную экосистему и меньше воспалительных маркеров. Группа учёных из Стэнфордской лаборатории Сонненберга продолжила данную работу в рамках более масштабного исследования, фактически клинического испытания. И выяснились некоторые очень интересные факты. У людей, которые употребляют ферментированные продукты, больше микробов из этих ферментированных продуктов в кишечнике. К тому же эта диета убивает другие микробы из других источников, о которых было неизвестно, откуда они, из окружающей среды или возможно от микроорганизмов, которые до этого существовали лишь в неизмеримых количествах. Эффект оказался шире, чем просто увеличение числа лактобактерий, произошло обогащение микробиома многими другими видами. Ранее и мы проводили исследование, которое убедило меня в важности связи между кишечником и мозгом, что употребление коктейля из четырех пробиотиков оказывает ощутимый эффект на здоровье мозга. Поскольку все испытуемые были здоровы, я не могу сказать, повлияло ли это положительным образом на тревожность, депрессию или какие-либо психические расстройства. Но кажется, теперь подход немного меняется. Раньше наше внимание было исключительно на клетчатке. Сейчас же считают, что ферментированные продукты возможно также важны для поддержания и восстановления здоровой экосистемы кишечники, особенно после приема антибиотиков, которые значительно ухудшают состояние вашего микробиома. Я много раз сталкивался с тем, что пациенты спрашивали меня, как им поступить после двухнедельного курса антибиотиков из-за проблем с зубами, например. Я не рекомендую пациентам пробиотические таблетки. Попробуйте включить в рацион ферментированные продукты в следующие пару недель и посмотрите на результат. Хотя в данном вопросе это может быть просто эффект плацебо, но обычно я получал положительные отзывы. Так что я думаю, такие продукты определенно должны быть в здоровом рационе. Мне неизвестны основные ферментированные продукты в индийской кухне, но конечно, если брать Азию, все азиатские страны предложат вам большое разнообразие таких продуктов. Но это не дает их жителям иммунитет. Я имею в виду, что к этому нужно подходить объективно. Например, такие продукты не защищают корейцев от высокого распространения болезни Альцгеймера и рака толстой кишки, что как-то не вписывается в общую картину. Но могут быть и другие факторы. Так корейцы в крупных городах сильно изменили свою диету на западную, так что у этого могут быть и другие причины, но я бы рекомендовал всем включение в рацион ферментированных продуктов, так же важно, как исследование преимущественно растительной диете. Чтобы правильно подобрать их, нужно быть экспертом в этой области, потому что в них должны быть живые организмы. Нужно учесть, чтобы они не проходили обработку, от которой все микробы погибнут. То есть желательно приобретать их в отделе охлажденных продуктов. Но ассортимент велик. Некоторые люди не любят кимчи, некоторые не любят квашеную капусту, но я думаю, что есть из чего выбирать. Некоторые люди готовят их сами. Что касается ферментированных продуктов и восприятия, любые ферментированные продукты животного происхождения, когда я говорю животного происхождения, знаете, в некоторых культурах едят ферментированное мясо. Буквально сгнившие продукты считаются деликатесом. В определенных уголках земного шара мясо так едят. Это худший способ употребления мяса. Но в этих культурах это изысканное блюдо, потому что это были народы, которые жили в условиях экстремального холода или были отрезаны от остального мира большую часть года. Им пришлось научиться есть и получать удовольствие от сгнившего мяса, иначе они могли и не выжить. Сейчас я ступаю на зыбкую почву, говоря об этом в западной культуре. Но сыр, который тоже имеет подобное происхождение, был единственным способом поддерживать калории зимой, когда питаться было нечем. Если вас интересует восприятие, то, на мой взгляд, это худшее, что вы можете съесть. Говоря о восприятии, нужно смотреть на это так. То, что делает ваше тело тяжелым и неповоротливым, что оно с трудом переваривает съеденную пищу, это плохо для вашего восприятия, потому что тело устроено так, что если одна деятельность потребляет больше энергии, на другие ее не хватит. Все просто. Если вы будете в течение долгого времени смотреть видео на своем телефоне, то для звонков не хватит заряда батареи. Тут то же самое. Когда вы слишком интенсивно используете тело в одном виде деятельности, другие ослабевают. Важно, чтобы поддержание процесса пищеварения, как процесса выживания, было таким, каким нужно, ни больше, ни меньше. Некоторые виды ферментации действительно могут во многом обогатить микрофлору кишечника. Что касается ферментированной еды, все должно быть под вашим контролем. Например, на юге Индии ферментированный продукт, который ежедневно употребляют на завтрак, это идли, доса. Но если отправиться севернее Пуны, нет. Если отправиться севернее Бангалора, там ее лучше не есть. По крайней мере, я бы не стал, потому что идли там как мечи для гольфа. На юге идли как цветы. Но чем дальше на север, тем больше они напоминают мечи для гольфа, с которыми можно поиграть. Там не умеют правильно сбраживать тесто. Они всегда с этим перебарщивают. На юге каждая хозяйка, хотя и там все меняется, но раньше каждая хозяйка, просто попробовав тесто на вкус, могла понять, его уже нельзя использовать. Они просто понимали это. Или если вы не настолько чувствительны, то это можно понять по запаху, что тесто забродило до состояния, когда его лучше не есть. Такое перебродившее тесто мы всегда относим в сад для цветковых растений, потому что они лучше цветут, когда их удобряют таким тестом. Когда мы видим, что получилось такое тесто, мы его не едим. Другой продукт это курт, или то, что у вас называется йогурт. Его оставляют бродить на одну ночь. Он должен оставаться сладким. Если он становится слегка кислым, то еще ничего. Но если больше этого, мы не станем его есть. Потому что если ферментировать его слишком долго, он привнесет свой биом, а не поддержит ваш. Небольшое брожение добавляет топливо к уже существующему. То есть ваш желудок или пищеварительный канал это тоже по сути брожение. Но ферментация это определенная культура, верно? Культура это правильное слово? Да, да, да. Это определенная культура. То есть вы хотите культивировать биом определенным образом, чтобы он был для вас полезен, а не просто беспорядочно разводить. Если у вас в животе пивоварня, что тогда? Если вы говорите о восприятии, ваш желудочно-кишечный тракт должен помогать вам становиться более внимательными и чуткими. Если вы становитесь такими, то где тут восприятие? Одно из правил. Мы обычно вообще не едим ферментированную пищу животного происхождения. Если вам нужен йогурт, то он должен бродить одну ночь от шести до восьми часов. Летом достаточно четырех-пяти часов. Вот как мы делаем это. Очень осторожно. Если люди хотят пообедать в час дня летом, они оставят его бродить в восемь-девять культура высокая. В прохладное время года его оставляют бродить на ночь. На утро он уже готов. Важно также то, как вы обращаетесь с этим ферментированным продуктом. В наше время все это исчезло, но когда кто-то сидит за моим столом, я всегда стараюсь привнести некоторую осознанность в это. Если на столе стоит только что приготовленный йогурт, нельзя просто так черпать его говорили, что он будто живой, что надо обращаться с ним бережно. Если хотите взять его, берите с краю, потому что это жизнь, он живой. В США предстоит сделать многое в этом плане. Я понимаю, почему это стало так, потому что прошло всего 200-250 лет. Когда люди пришли на эту землю, она была дикой. Они сидели или стояли и ели где попало. Даже сегодня так делают, хотя они и достигли определенного уровня образованности, цивилизованности и благосостояния. Пора делать то, что благоприятно для вас. Поделюсь своим опытом. Однажды я ехал по Вашингтону в деловом районе, не в политическом, там, где находятся исполнительные директора, юристы и прочее. Я не знаю точно, кем были эти люди. Возможно, это были исполнительные директора. Молодые люди, моложе 35 лет, все очень юны. Очевидно, все из ведущих университетов Лиги Плюща очень обеспечены, судя по их одежде. Они все стояли на улице. Было около половины первого, без четверти час. Их обеденное время, я полагаю. Там продавали какую-то уличную еду, не знаю, какие-то хот-доги, док-хот или какой-то еще фаст-фуд. Все мужчины и женщины очень хорошо одеты. Они все стояли там с едой в руках и ели ее вот так, просто кромсали ее. Увидев это, я чуть не заплакал. Что случилось с этими людьми? Они успешны, по крайней мере, они могли бы сесть на землю и поесть нормально, но они накинулись на еду, как даже дикие звери так не едят. Это нехорошо. Как вы едите не менее важно, чем это? Когда мне было одиннадцать, у меня появился мой первый учитель йоги. В том простом месте, где мы жили, вроде ашрама, каждый день мы ели только одно блюдо. Его называют кукурузой или маисом, но это не здешняя кукуруза, не большая кукуруза, очень мелкая, вид проса, скажем так, вот это проса, и также раги, которые еще мельче. еще были бобы, которые мы называем урали или лошадиный горох, как называют его англичане, а называют так потому, что они кормили им своих лошадей из-за того, что скаковые лошади на таком корме бегали лучше. Так что сегодня на рынке он называется лошадиный горох, плюс зелень, которая росла вокруг. Нам всегда говорили раги, джола, урули, сопу, четыре продукта, на которых вы точно доживете до ста лет. Мой учитель прожил сто шесть лет, и он жил до последнего дня очень активно. Я должен вам рассказать, я этим ему обязан. Когда ему было семьдесят три или семьдесят четыре года, он также был доктором, но только по понедельникам. В остальные же шраме. Правительство штата даже выделяло специальные автобусы на это время. Он принимал больных как аюрведический врач, и он лечил людей. В те времена к нему отовсюду приходило от шести до семи сотен человек. Прием начинался в четыре утра и продолжался без остановки до самого вечера. Я помогал ему в качестве волонтера. Для каждого пациента у него была на готове шутка, и все это было похоже на фестиваль. Не так, как это обычно бывает. Люди приходили с жалобами, но сидя и разговаривая с ним, они забывали, что больны. Я точно не знаю, но многие сотни людей утверждали, что избавились от своих болезней. Он лечил их медикаментами, а не как-то иначе. В одно воскресенье вечером он пришел на железнодорожную станцию, которая была примерно в 70 километрах от его ашрама. Там он обнаружил, что все поезда отменены, потому что железнодорожные профсоюзы объявили забастовку. Это было во времена Джорджа Фернандеса. Индийцы знают, кто такой Джордж Фернандес. Итак, с ним было еще двое спутников. Он просто оставил их на железнодорожной платформе и убежал в ночь. Он пробежал 70 километров и утром в 4.30 уже сидел в ашраме и принимал пациентов. Ему было 73 или 74 года. Иногда мы выходили с ним бороться на ринге. Мне было где-то 15 16 лет. Я тогда состоял из одних мышц и был очень быстрым, по крайней мере, в те времена. Даже сейчас я в порядке. Очень быстрым означает, что я двигался гораздо ловчее других. На ринге важна не только сила, но и проворность. Были и другие мальчики, гораздо сильнее меня. Втроем мы выходили против него. Тогда ему было 76 или 77 лет. Он просто укладывал нас на лопатки. Мы не могли продержаться и минуты. Трое сильных парней. Мы подшучивали над ним. Когда вы уже умрете? Если все пойдет так и дальше, видимо, мы уйдем первыми. А вы когда? Он очень уверенно отвечал нам. У меня еще есть работа на 40 лет, закончу ее и уйду. Судя по тому, как все шло, было похоже, что так и случится. Это произошло за три месяца до его смерти, когда ему было 106 лет. Он выступал в моем городе, в Майсуре, и прямо на сцене у него случился сердечный приступ. Его отвезли в частную клинику и положили в реанимацию. Он был без сознания. Когда он пришел в себя где-то посреди ночи, он увидел, что к нему подключены все эти приборы. Он никогда раньше не был в больнице. Он просто сорвал с себя все эти трубки. Он оглянулся, понял, что находится на первом этаже, то есть на втором этаже, как говорят в Америке. И вот он, этот 105-летний старик, выпрыгнул из окна и убежал. К сожалению, три месяца спустя он умер в возрасте 106 лет. Я к тому, что дело не только в том, сколько замечательных вещей вы едите, но и то, как вы их едите и с чем. Потому что вы и пища это не две разные вещи. Ваше тело, пища, которую вы едите, почва, по которой вы ходите, вода, которую вы пьете и воздух, которым вы дышите, не отличаются от вас. Внутри вас все то же самое. Это просто дает нам индивидуальный опыт. Если вы не можете видеть в этом божественное, хотя бы относитесь к этому с такой же любовью, как к своим детям. Это сотворит с вами чудеса. Редактор субтитров